Украина получит новую военную помощь от США на сумму миллиард 850 миллионов долларов. По данным Пентагона, среди прочего, штаты передадут зенитно-ракетный комплекс «Патриот», боеприпасы для систем «Хаймарс» и артиллерийские снаряды, ракеты, минометы, а также средства ночного видения и связи. Этот пакет оборонной помощи от США станет уже 28-м. Помощь впервые включает систему противовоздушной обороны «Патриот», способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы противовоздушной обороны. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы Киев мог продолжать защищаться и иметь как можно более сильную позицию за столом переговоров, когда придет время. Из заявления государственного секретаря США Энтони Блинкина на сайте Госдепа США. С февраля 2022 года украинская армия получила противотанковые системы «Дживелин» и «Лоу», зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и беспилотники «Свичблейд». Сегодня же вооруженные силы Украины защищают небо, в том числе американскими системами ПВО, уничтожают российские военные склады и базы с помощью американских реактивных систем залпового огня и освобождают оккупированные территории на переданных штатами танках. Некоторое вооружение и вовсе изменило ход войны. На этом видео работа комплекса «Хаймарс». Американские РСЗО технологически на десятилетия опережают российские смерчи и ураганы. Американо-норвежская система ПВО «Насамс». Во время российской массированной ракетной атаки 15 ноября она показала стопроцентную эффективность. Высокоскоростные противорадиолокационные системы «ХАРМ». США приняли их на вооружение в 1983 году. Вывели из строя десятки РЛС противника. США предоставляют оборонную помощь Украине из резервов Пентагона, а также по заказу у производителей. Вскоре заработает и третий механизм – ленд-лиз. Соответствующий закон вступил в силу 1 октября 2022-го. Он позволяет Белому дому предоставлять оружие, технику и боеприпасы по ускоренной процедуре. Это очень историческая программа. Мы использовали эту программу во время Второй мировой войны. И это действительно дает... Во время Второй мировой войны это было и машиной, и грузовики. Вот разное оборудование, оружие, чтобы помочь выиграть. Так что вот есть эти разные механизмы. И мы используем тот механизм, который дает то, что Украине нужно на данный момент, чтобы успешно бороться. В ноябре администрация Джозефа Байдена попросила Конгресс выделить дополнительные 37,7 миллиардов долларов для Украины в качестве экстренной помощи. Согласно предложению Белого дома, около 22 миллиардов долларов планировали направить на оборону. 14,5 на гуманитарную помощь и поддержку работы украинской власти. 900 миллионов долларов на нужды проживающих в США украинцев и более 600 на ядерную безопасность Украины. Вместе при мощной двухпартийной поддержке в Конгрессе мы оказали значительную помощь, которая имела решающее значение для успеха Украины на поле боя. И мы не можем позволить этой поддержке иссякнуть. Из письма Белого дома Конгрессу США. Запрос о выделении средств для Украины прозвучал в разгар избирательной кампании в США. Лидеры трампистского крыла республиканской партии не раз заявляли, что деньги, предоставляемые Украине, якобы следовало бы потратить на нужды американцев. Однако запрос рассмотрел нынешний состав Конгресса, где большинство в обеих палатах принадлежит демократической партии. В результате Украина получит почти 45 миллиардов долларов. Наша помощь, наша поддержка в Украине не зависит от демократов, не зависит от республиканцев. Большинство конгрессменов голосовали за финансирование для Украины. Так что это было в этом году и ожидаем, что так и продолжается в следующий год. Потому что мы все понимаем, что такая тяжелая ситуация, которая сейчас есть в Украине. Российские банки и другие финансовые организации, военные учреждения, транспортные предприятия и физические лица попали под санкции США. Мы видим, что санкции вредят России на поле боя. Россия ведет медленно развивающуюся статическую войну. Ей не хватает современных средств связи, оптики, высокотехнологичных материалов и беспилотников, необходимых для быстрой борьбы. Что в значительной степени связано с тем, что Россия сделала себя уязвимой для экспортного контроля и санкций. По нашим оценкам, в течение следующих нескольких лет российская экономика сократится минимум на 16%, чем могла бы быть без войны. А к 2030 году она станет на 20% меньше. Джеймс О'Брайен, координатор по санкционной политике Государственного департамента США на брифинге 15 декабря. С начала полномасштабной войны России против Украины США заморозили российских активов на более чем 330 миллиардов долларов. Около 300 миллиардов из этой суммы резервы Центробанка. Сегодня Вашингтон изыскивает правовые основания для передачи их Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Предложение позволит Министерствам юстиции, финансов и Госдепартаменту совместно работать над передачей средств Украине для возмещения ущерба от российской агрессии. Имеющиеся законодательные и нормативные акты требуют, чтобы конфискованные средства использовались для компенсации жертвам преступлений, которые явились основанием для конфискации и в правоохранительных целях. Компенсация для Украины – один из пунктов формулы мира. Это пошаговый и прагматичный механизм достижения безопасности Европы. В ходе саммита J-20 в Индонезии его презентовал президент Украины Владимир Зеленский. В первых трех пунктах речь идет о радиационной и ядерной, продовольственной и энергетической безопасности. В следующих о недопущении эскалации, восстановлении территориальной целостности Украины, необходимости вывода российских войск, прекращении боевых действий и освобождении всех пленных и депортированных. В седьмом пункте формулы «Справедливость» речь идет в том числе о спецтрибунале по преступлению агрессии. США поддерживают украинскую формулу мира и, среди прочего, работают над предложением создать отдельную институцию, чтобы судить российских военных преступников. Относительно трибунала под эгидой ООН мы продолжаем изучать предложение и отрабатываем его. И мы будем продолжать это делать. Абсолютно они должны быть привлечены к ответственности. Джон Кирби, официальный представитель Государственного департамента США на брифинге 14 декабря. Российская армия постоянно наносит удары по инфраструктуре Украины в попытках оставить украинцев без света, воды и тепла. Однако энергетикам, спасателям и коммунальщикам удается ликвидировать последствия атак при помощи международных партнеров. Так, США выделили 53 миллиона долларов на восстановление украинской энергетической системы. Первый пакет оборудования на 13 миллионов уже в Украине. Россия намеренно пытается заморозить украинцев до смерти, когда мы вступаем в зиму. Наша стратегия в первую очередь состоит в том, чтобы помочь Украине защитить себя от этих умышленных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поскольку это может стать гуманитарной катастрофой. Представитель Белого дома, комментарии голосу Америки. В 2023-м поток поддержки Украины от штатов не иссякнет, уверены эксперты, ведь Сенат США утвердил рекордный оборонный бюджет на будущий год. Сенат США в четверг принял закон, санкционирующий рекордные 858 миллиардов долларов ежегодных расходов на оборону. Что на 45 миллиардов долларов больше, чем было предложено президентом Джо Байденом. Сенаторы поддержали закон о разрешении на национальную оборону или NDIA, ежегодную обязательную политику принятия законопроектов для Пентагона, подавляющим большинством голосов 83-11 двухпартийных, из сообщения агентства Reuters. Среди прочего, документ предусматривает запрет военного сотрудничества между Россией и Америкой на пять лет. В 2023-м штаты планируют направить около 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, и еще 800 миллионов предназначены для помощи Украине.